Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Сегодня я бы хотела рассказать вам про такое растение, которое мы чаще всего про него вспоминаем весной. Это черемша или лук медвежий. Почему именно сейчас? Потому что наступило время размножить черемшу. Почему я рекомендую вам размножить ее самим? Дело в том, что вообще в Белоруссии, во многих региональных красных книгах России, на Украине это растение внесено в Красную книгу. Черемша или лук медвежий – это охраняемый вид. Несмотря на то, что он достаточно часто встречается в природе, хищническое отношение человека, заготовка его в массовых масштабах и торговля листвой этого эфемероида, оно приводит к тому, что популяции стремительно сокращаются и черемша в природе встречается все реже и реже. На самом деле в культуре это растение очень простое, не требует многого внимания и достаточно один раз его завести на своем участке, чтобы потом каждую весну срывать пучок черемши для салата в своем огороде. Сейчас черемша практически закончила вегетацию. Вы видите, что сохранились на ней только соплодия. Это зонтики, которые имеют сейчас вот такой вид. Семена в них практически вызрели. В условиях Беларуси семена черемши созревают в конце июня, начале июля. Лучше собрать чуть недозревшие семена. Вы можете это сделать в природе, если вы знаете место обитания черемши. Либо попросить у соседа, у знакомого, у которого растет на участке это растение. Вот такие семена. Они черные, высыпаются шаровидные семена. И они уже вполне вызревшие и выполненные. Дело в том, что черемша – это растение эфемероид. Оно сохраняется в виде таких небольших луковичек практически весь сезон. Отрастает ранней весною, зацветает, плодоносит и прячется до следующей весны. И если мы сейчас не соберем семена, то мы упустим наш момент размножить черемшу. Дело в том, что вообще, как большинство эфемероидов, черемша очень плохо переносит высыхание, полное высыхание семян. И если вы, такое бывает иногда в продаже, увидите семена черемши в пакетиках, пакетированные, то, как правило, всхожесть у них не очень хорошая. Все-таки черемшу лучше сеять свежесобранными семенами, поскольку после высушивания всхожесть у них очень сильно падает. Если количество семян у вас небольшое, то я рекомендую посеять черемшу в плошке, либо в какие-то небольшие горшочки, наполненные питательным грунтом, и прикопать прямо на грядку. Если у вас достаточно много семян, то можно сеять прямо в грунт. Единственное, что всходы у черемши появятся только ранней весной. И до этого момента, естественно, вы можете неоднократно перекопать это место и уничтожить свои посевы. Поэтому обязательно обозначьте свои посевы. Это можно сделать какими-то этикетками, палочками. Главное, чтобы вы сами помнили, что у вас на этом месте посеяна черемша. Какое место необходимо для черемши? В природе вообще это растение, лук медвежий, он встречается в пойменных черно-ольховых лесах, в заболоченных таких условиях. И на участке для выращивания этого растения, для того, чтобы получить как можно больше крупных сочных листьев, черемшу лучше посадить в то место, где у нас ранней весной застаивается вода. Как правило, это не из участка. Ориентироваться можно на то, что черемша очень хорошо растет там, где хорошо чувствует малина. Если у вас есть посадки малины, вы вполне можете посеять черемшу именно в малиннике. Весною вы собираете черемшу, летом в принципе в малиннике почва мульчируется, либо закрывается какими-то опилками, перегноем, для того, чтобы не росли сорняки. И черемшу вы там никак не потревожите. А весной вы можете собирать там урожай. Надеюсь, у вас все получится, и вы вырастите черемшу на своем участке. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.